Депортация, голод, изгнание. Сегодня в стране отмечается День памяти жертв политических репрессий. В разные годы они коснулись многих народов России, в том числе и Карачаево-Черкесии. Семья Барлаковых, как и весь карачаевский народ в 1943 году, подверглась депортации. Все эти годы их грела надежда о возвращении на свою историческую родину. И как только появилась возможность, Барлаковы одними из первых вернулись на Кавказ. Как дальше сложилась судьба репрессированной семьи и что доброта, сострадание, дружба для них не просто слова, расскажет Алибаташев. Дом Магомеда Чикатуева славится гостеприимством. Достойно принять и накормить гостя в этой семье любят и умеют. Ничего особенного. Это традиция в крови у многих народов Кавказа. Но не каждый хозяин сможет поступить так, как отец Магомеда, султан. В конце мая 1955 года, когда еще не утихли репрессии и слово «карачаевец» было синонимом «враг народа», султан Чикатуев из Аула Псыш приютил карачаевскую семью. Назир Барлаков, его жена Алла Чик, дочь Роза и Кадыти Кеев остановились в его доме на долгих пять лет. Из гостей стали членами семьи. Магомед Чикатуев запомнил слова отца, не побоявшегося оказать помощь карачаевцам, оставшимся без крова. Живите сколько можете. Если тронут, то ведь меня тронут. Если тронут меня, то найдется кому защищать. И все. Он не боялся, да? Не боялся. Со стороны властей, да? Нет. Я маленький был, ну сколько мне, два-три года. Что я могу сказать? А бабушка живая была наша еще. Она сказала, говорит, вот что вы будете кушать, они тоже будут кушать. Огород, говорит, вон, говорит. Это, говорит, ихняя, это наша, говорит. Разницы нету, говорит. Делитесь, говорит, что вы можете, говорит. Не обижайте друг друга. Так они и жили до 60-го года. Кстати, собственная семья султана Чикатуева состояла из семи человек. Теперь каждая встреча – особое торжество. И повод вспомнить былое. Память хранят и черно-белые снимки времен Хрущевской отипели в семейном альбоме Чикатуевых. У повзрослевших братьев и сестер на глаза наворачиваются слезы. На одном фото Абазины Чикатуевы и карачаевцы Барлаковы вместе. Они были и останутся одной семьей. Говорить о том, я Карачаевка, он Абазин, тот Черкес, нет. В дружбе, в любви, национальности нет. Я так считаю. Для меня эти люди дороги. Дороги тем, что они приняли моих родителей, которые растеряли, которым не дали право жить в джигуте. В детской памяти осталось все. Вот это, что вместе жили. А отец, вот, дождь идет, ходил вот так, где спали, ходил вот так, тарелки ставили, чтобы эта вода течет, ну, с крыши течет, чтобы на нас ни на кого эта вода не падала. Главных участников этой истории уже нет в живых, но она не подлежит забвению. Каждое проявление сострадания, заботы и любви к нуждающимся делает человека лучше, какому бы из народов он не принадлежал по крови, убеждены члены семьи Чикатуевых и Барлаковых. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.